Здравствуйте! В эфире телеканал «Ащитацу новости» в студии Жандос Назарбаев, сурдоперевод Даурина Абдрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. Свет настроения синий. Для граждан с нейтральным статусом открылись двери торгово-развлекательных центров, спорткомплексов, ночных клубов и других общественных мест. Если долго писем нет, почтальон не виноват. Руководство Катьпочты пересмотрело размер окладов своих сотрудников. Игра забудется. Результат войдет в историю. Адукурганская команда одержала победу в республиканском турнире по мини-футболу среди представителей СМИ. Кадровые перестановки. Распоряжением главы Алматинской области Оливек Жаканбаев назначен заместителем Акима региона. Серег Трудалиев, ранее занимавший этот пост, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Оливек Жаканбаев родился в 1964 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-минского хозяйства. Трудовую деятельность начинал в Алакольском районе рабочим совхоза Левобережный. В разные годы работал агрономом хозрасчетного участка «Зеленстрой» в городе Семей. Исполнял обязанности рабочего мастера цеха и инженера лесничего. Руководил Алакольскими районными филиалами «Каратал-Орманэ», «Талурган», «Агаштарэ», «Алакольское лесное хозяйство». Занимал должности Акимосарканского, Алакольского и Имбиши Казахского районов. Платва, лещ, белорыбеца и другие породы мертвой рыбы обнаружили в одном из каналов Казалардинской области. Протяженность водной артерии составляет чуть больше километра, а вес погибшей ихтефауны порядка тонны. Погибшая рыба в основном промысловых пород. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, по предварительным выводам которой рыба погибла из-за дефицита кислорода в воде. При выезде на место, получается, данный факт был подтвержден. В основном это молот частиковых видов рыб. Самый, скажем так, самый большой экземпляр порядка 10 сантиметров, самый маленький 4-5 сантиметров. Соответственно, вся собранная рыба, она утилизирована с соблюдением санитарных норм. Для проведения необходимых экспертиз были отобраны пробы воды и погибшие особи. Уже сейчас, исходя из предварительной версии, ведутся работы по предотвращению дальнейшей гибели рыб. В толстом слое льда бурят лунки и устанавливают специальные камышовые основы, через которые в воду будет поступать кислород. Буквально недавно в реке Исиль Акмолинской области также было собрано более 85 килограммов погибшей рыбы. На данный момент на реке установлены две мотопомпы для принудительной аэрации воды. Наши специалисты ежегодно заранее проводят работы по обогащению воды кислородом. Однако функция канала Сагымбай в Казылардинской области – это подведение воды из реки Сырдарья в водоем Карашаланск. Данный водоем не является рыбохозяйственным и не имеет такого значения. Скорее всего, поэтому на данном канале не были проведены противозаморозковые работы. С развитием новых технологий все больше людей отказываются от бумажных носителей в пользу электронных систем. Однако, несмотря на нововведения, традиционная почта все же не теряет своей актуальности. В этом году им, как сотрудникам одной из важных служб оповещения, поднимут зарплату на 25%. Подробнее в следующем сюжете. Письма, газеты, журналы. Пешком или на велосипеде, несмотря на погодные условия, доставка почты производится вовремя. Это входит в обязанности сельского почтальона из Куксусского района Мируэр Демилбаевой. Женщина доставляет адресатам корреспонденцию, которую ждут более чем в 450 домах. Я работаю почтальоном уже 10 лет. Ежедневно стараюсь вовремя приносить сельчанам областные и районные газеты и письма. В начале весны нам обещают поднять заработную плату. Мы очень рады этой новости. Всего в Куксусском районе 29 почтовых отделений. В основном тут работают женщины. Заработная плата у почтальонов маленькая, но это лучше, чем быть без работы, говорят они. К слову, если Мируэр получает в месяц 50 тысяч тенге, то ее коллега из Уйгурского района получает около 15 тысяч тенге в месяц. В связи с такой ситуацией заработную плату почтальонов планируют повысить на 25%. У нас действует пилотный проект «Наши люди». По условиям нашим почтальонам, как курьерам, ежедневно будет выплачиваться сумма 2000 тенге за выход на работу. Независимо, будет у них на тот момент корреспонденция или нет. В последний раз индексация заработных плат была произведена в Коспочте в мае 2020 года. Тогда рост составил 10%. Отметим, в Алматинской области работают 809 почтальонов. Если данный проект одобрят, то он сразу же вступит в полную силу. Айсулу Жандосова, Габит Кабдрахман, телерадиокомпания «Жетсу». Задержан аферист. Жертвами мошенничества с земельными участками стали 7 человек. Инцидент произошел в Жамбулском районе. Жители обратились к заявлениям в районное отделение полиции. Выяснилось, что подозреваемый обещал покупателям участки земли в селе Кайназар. Обманным путем он заработал 7 миллионов тенге. 10 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Начато досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован в органах внутренних дел в соответствии со статьей 190 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По словам потерпевших, подозреваемый обманным путем получил от каждого из них по 1 миллиону тенге для покупки земли в поселке Кайназар. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан и признал свою вину 34-летний житель села Узанагаш. Проверяется его причастность к другим преступлениям. В последнее время участились случаи мошенничества. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям региона с просьбой быть осторожнее. Коронавирус теряет хватку. До 0,1% снизился темп прироста опасного вируса в области. За прошедшие сутки выявили всего 27 случаев заражения. Большинство ковидных пациентов числится на сегодня в Толгарском районе. 7 случаев. Пятеро инфицированных в моно-городе Текили. В остальных районах этот показатель близится к нулю. Между тем, быстрыми темпами наращивается и количество привитых. Первой дозой вакцины привились 83% житосурсов. Стопроцентную двойную защиту от вируса получили почти 900 тысяч граждан. Для граждан с синим статусом снят ряд ограничений. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач страны. Согласно статистике, около 23% жителей Казахстана имеют синий статус. А значит, количество посетителей торговых центров за время работы проекта АШЭК уменьшилось на 20%. Поскольку до недавнего времени многие объекты были открыты только для людей с зеленым статусом. Стоит отметить, что ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества президент поручил создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Новое постановление открывает перед предпринимателями более широкие возможности. В один клик. Как выбрать подходящий вуз из сотен имеющихся в стране, причем на грант? Этим вопросом задается почти каждый выпускник школы, желающий получить высшее образование. А что, если поступить в заветный университет можно даже не выходя из дома? Более того, избегая бумажной волокиты и томительного ожидания результатов конкурсного отбора. Первую по стране единую платформу сайт alamedu.kz со списком всех казахстанских университетов разработали отечественные специалисты. Все, что нужно сделать для выбора места обучения, закинуть портфолио с результатами ИНТ в базу. Анкетные данные абитуриента увидят одновременно все имеющиеся в списке учебные учреждения. А заинтересованные вузы смогут напрямую связаться с будущим студентом, что вдвое повышает шансы абитуриента на внеочередное поступление. Плюс ко всему ускоряется и сам процесс зачисления. О преимуществах онлайн-платформы разработчики сайта поспешили поделиться с руководством всех отечественных учебных учреждений. Накануне подобную встречу они провели и с представителями вузов нашего региона. Фишки нашего портала. Через наш портал вы можете найти вашу интересующую специальность. Например, пусть будет инженерия. В поиске биваете и вам выдается список вузов и колледжей, где есть данная специальность. Плюс еще есть классная услуга, где ты вбиваешь свои баллы ИНТ. И мы в процентном соотношении даем вам узнать ваши шансы на поступление в грант в тот или иной университет. Удобство сайта оценили как руководители вузов, так и сами выпускники. В день этой платформы пользуются до 7 тысяч пользователей. Наиболее популярны такие университеты, как Евразийский национальный, Казахский национальный имени Аль-Фараби и ряд других ведущих вузов страны. Оказалось, что интерес к отечественным университетам проявляют и зарубежные выпускники. Только с начала этого года учиться в Южно-Казахстанской медицинской академии изъявили желание более 150 молодых людей из Узбекистана. «Косхана Тагумарам» под эпичным названием вышла в свет новая книга участника чернобыльских событий и поэта Нурлана Абдекалова. Презентация сборника произведений состояла в стенах средней школы села Антымак Ильинского района, где также был представлен и авторский гимн «Чернобыльский марш». Авария на Чернобыльской атомной электростанции без преувеличения затронула весь мир и показала, насколько опасной может быть радиация. Случившееся навсегда вошло темной страницей в историю человечества. Уроженец Нарынковского района Нурлан Абдекалов, а ныне известный казахстанский поэт, 36 лет назад принял участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Борьба с невидимым врагом, внутренний страх и переживание за друзей – всё это легло в основу его произведений второго сборника стихотворений под названием «Косхана Тагумарам». Нурлан Абдекалов также автор слов песни «Марш чернобыльцев», посвящённый героизму его соратников. А музыку к ней написал известный актёр и композитор Кайрат Кудайберген. В те страшные месяцы я видел людей, покидавших родные дома, видел опустевшими целые города. Столько лет прошло, но отголоски тех событий по сей день напоминают о себе. Один за другим из-за полученной радиации умирают мои соратники. Чернобыльский марш, посвящённый 35-летию событий, был тепло принят ветеранами той катастрофы. Наряду с этим учащиеся средней школы выступили перед почётными гостями с творческой программой. В неё вошли и яркие работы поэта Нурлана Абдекалова. Песня, посвящённая участникам чернобыльских событий, отныне наш гимн. Это своего рода дань памяти павшим героям, а также яркий пример патриотизма чернобыльцев для подрастающего поколения. В январских событиях большую часть митингующих составила молодёжь. Поэтому наша организация занимается пропагандой духовного наследия наших предков среди подрастающего поколения, чтобы наши юноши и девушки равнялись на истинных героев и росли настоящими патриотами Родины. Стоит отметить, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 30 тысяч военнослужащих из бывшей Казахской ССР. На сегодняшний день в живых из них осталось порядка 4,5 тысяч человек. Два благотворительных фонда объединили свои усилия в оказании помощи нуждающимся, благодаря чему в городе Текили было справлено новоселье многодетного отца-одиночки. Общими усилиями ему приобрели жильё. Подробнее в нашем следующем сюжете. В этом доме многодетный отец-одиночка Айдос Айтбай живёт со своими детьми уже три года. В однокомнатной времянке полностью отсутствует удобство. Однако Айдос на судьбу не жаловался и как настоящий мужчина стойко переносил все тяготы по воспитанию своих шестерикчат. Мать-кукушка кинула их ещё два года назад. Узнав об этой беде, оказать помощь решили ещё два благотворительных фонда. Дело добра в Текили и Ельге Комикбер. Привет! Поздравляю вас! Заходите! Айдос, поздравляю! А это уже новый собственный дом, который его семья обрела. Спустя сутки после того, как фонды узнали о проблеме, теперь и здесь у каждого из детей своя комната. А глава семейства может не волноваться об аренде и весь свой скромный заработок строителя тратить на детей. Выражаю благодарность фонду Ельге Комикбер. Хочу, чтобы они также продолжали свою деятельность, помогали людям, помогали многодетным семьям, отцам, одиночкам, женщинам, получается, матерям-одиночкам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И благодаря им я приобрёл дом, в котором буду проживать со своими детьми. Просто спасибо всему народу Казахстана. Чисто от сердца я говорю спасибо. Волонтёрский фонд «Делай добро в Текили» начал свою работу с 2019 года. Его единый вдохновитель Халида Кусанова и другие волонтёры впервые благотворительные дела начали с поисков пропавших детей и пожилых людей. Теперь перешли к оказанию помощи нуждающимся. Так они и познакомились с многодетным отцом. Для нас, для нашего волонтёрского движения «Делай добро в Текили» была огромная радость, когда мы помогли Айдбаеву Айдосу приобрести дом. 15 февраля 2022 года звонит мне женщина, говорит, мы хотим подарить дом для нуждающейся семьи. Тут мысль Айдбаеву Айдосу. Он один воспитывает шестерых детей. Вот так вот вышел на меня фонд Ельге Коми-Бер. Сейчас волонтёры планируют расширить деятельность фонда. Ведь к помощи нуждающимся подключились и другие текилийцы. Как говорится, с миру по нитке голому рубаха. Айвжан Ахмедшан, Шалхар Нурмхамбет, Бигзат Кажмхан, телеканал ЖЭТСУ. В Киеве почтили память погибших 8 лет назад на Майдане. 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы открыли стрельбу в центре города. Их жертвами стали более 50 человек. Эту дату в стране отмечают как День Героев Небесной Сотни. Учредивший этот день экс-президент Пётр Порошенко также участвовал в памятных мероприятиях. Сейчас он является фигурантом уголовного дела. Нужно помнить, что люди отдали жизнь за Украину и за наше европейское будущее. Нужно уважать и любить эти вещи. Зря в этом мире ничего не бывает. Просто обидно, что мы до сих пор ничего не достигли. Среди жертв неизвестных снайперов, как активисты Майдана, так и сотрудники Беркута. Нынешние власти Украины обвиняют в организации трагедии тогдашнее руководство страны во главе с Виктором Януковичем и не исключают участие российских спецслужб. Другая сторона, в свою очередь, заявляет о провокации самих оппозиционеров и не исключает участие западных спецслужб. Российские флаги на родине честных людей. Так называют государства Буркино-Фасо, что в Западной Африке. Тысячи местных жителей вышли накануне на митинг, чтобы высказать поддержку хунте. Пришедших к власти 24 января этого года военные свергли бывшего президента Рока Марка Кристиана Кабуре. Распустили парламент и правительство. Сразу после военного переворота в столице прошли демонстрации в поддержку хунты, на которых жгли французские флаги. На манифестации уже не звучали антифранцузские лозунги. Однако некоторые участники мероприятия несли российские флаги, а также плакаты с изображением президента России Владимира Путина и надписями «Наши хорошие друзья». В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Речь идет о 18 счетах, открытых с 1940 по 2010 годы. На них хранятся более 100 миллиардов долларов. В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Среди клиентов числятся многие медийные и известные миру личности, начиная от глав служб безопасности до лидеров государств. В Алматы состоялся республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ. Состязания прошли в память об известных казахстанских журналистах Бесеня Куранбеки, Нуртулев и Мангали, Улэ и Амангель де Сейтханови. За главный приз развернулась напряженная борьба среди восьми команд. Ставший уже традиционным республиканский турнир по мини-футболу, долгожданное событие среди акул, пера и микрофона. Состязание состоялось в конно-спортивном комплексе Тулпар. На торжественном открытии участники почтили память старших коллег минуты и молчания. За кубок имени заслуженного деятеля республики Нуртлеу и Мангалиу, лауреата премии Бердыкулова Амангель де Сейтханова и обладателя медали Ерен-Янбеков-Шинбесена Куранбека боролись представители телеканалов, газетных и печатных изданий. Мы рады, что состоялся турнир памяти трех важнейших казахстанской журналистики личностей. Прибыло восемь команд. Для призеров предусмотрены кубки и денежные поощрения. Лучшие игроки в номинациях тоже не останутся без наград. Презенты подготовлены для каждого из участников. Это книги. Победу в республиканском турнире одержала команда «Карикет», представляющая город Талдыкурганск. Стоит отметить, что создание дружины и ее название было вдохновлено деятельностью Бесена Куранбека. В финальные встречи они встретились с командой телеканала КТК. Как вы знаете, за последние три года казахстанская журналистика потерпела огромные потери. Ушли из жизни Мбисин Куранбек, Нурклею Иммагалиулы и Амагильдисей Тханов. Деятели, внесшие свою лепту в общественную, спортивную журналистику. Они обучили целое поколение. Мы рады быть здесь и представлять команду «Карикет». И надеемся, что такие дружественные встречи станут традиционными. Как отмечают организаторы памятного турнира, такие мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания среди журналистов, углубляют связь между современниками и последователями. В будущем планируется проводить турниры ежегодно. Аделья Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал «ЖИЦУ». Век живи, век учись. Заряжаться новыми знаниями и техниками ведения борьбы должны не только молодые спортсмены, но и сами судьи. В связи с чем впервые в наш регион прибыла судейская коллегия олимпийской категории и провела расширенный семинар. Темы и подходы разные. Цель одна – обучить современным правилам вольной и греко-римской борьбы тренеров и судей. А таковых в областной школе-интернате Талдыкургана собралось немало. Более 150 специалистов со всех уголков области. По словам организаторов, чтобы придать этим видам спорта зрелищности и добавить порцию азарта, методы и техники ведения борьбы меняются с каждым сезоном. А потому судейскому составу областного масштаба необходимо также постоянно повышать свою квалификацию. Идти в ногу со временем как раз и помогают подобные семинары. Приобретенные знания обучающиеся могут закрепить на практике. Для них организовывают им мастер-классы. Отныне своеобразные курсы повышения квалификации тренеров и судей будут проводиться уже на постоянной основе, резюмировали организаторы. Перед началом самого семинара мы проводим видеотест, где показываем видео, и судья, и тренера оценивают данные ситуации. После проведения семинара мы проводим повторное видеотестирование на те же самые видеоситуации. И тем самым мы проверяем их знания, и они сами могут дать себе оценку, получили ли они какие-то знания, ношуство в правилах, обучились ли, плодотворная ли была наша работа. Поэтому проводится двойное тестирование. Мороз и солнце пришлись по вкусу участникам лыжных гонок, которые прошли в селе Саржас Раимбекского района. Главной наградой стали не только быстрая езда и хорошее настроение, но и путевка на участие в республиканском чемпионате. Он стартует, как считал, 1 марта. В соревнованиях приняли участие учащиеся порядка 200 человек в шести возрастных категориях. Какие команды вышли в лидеры, расскажет Лилиана Штоврина. Первая группа участников забега после взмаха флажком главного судьи взяла старт. Чуть погодя, чтобы не терять времени, на покорение дистанции выходит вторая, затем третья группа соревнующихся. Состязания прошли в формате мини-тура. Первая гонка – свободный ход. Полтора километра у женщин, три километра у мужчин. Затем состязания классическим ходом с раздельным стартом. Каждый, кто участвует на этом чемпионате, они вносят свой вклад, потому что это такой чемпионат, который очки дает. У нас есть специальная таблица по этой таблице. Любой участник, даже он пришел 15-й, он все равно принес своей команде какое-то маленькое количество очков. Начинающие лыжники ставят перед собой различные цели. Один хочет стать сильнее и выносливее. Второй стремится с помощью ходьбы на лыжах укрепить волю. Третий хочет стать чемпионом. И все это возможно. Нужно лишь регулярно и упорно тренироваться, говорит победительница чемпионата Алматинской области в возрастной категории от 18 до 24 лет. Мастер спорта по биатлону Надежда Пивоварова. Ее победы на областном республиканском уровне – яркое тому подтверждение. Это первенство она расценивает как генеральную репетицию перед официальным республиканским стартом. Я пробежала как тренировку, так как здесь я бы не сказала, что много было соперников. Они, конечно, были, без этого никак, но как бы более в тренировочном темпе я это прошла. Как бы с запасом на завтрашний день. В этом году планы у нас скоро соревнования наши республиканские, на которых я буду участвовать. Отобраться в сборную, попасть дальше, чтобы выступать на международных соревнованиях, дальше были. Показать, на что я готовилась целый год, весь сезон. Среди мужчин в возрасте 18-24 не было равных члену сборной страны Яржаната Куандыку. Навыки ходьбы на беговых лыжах он оттачивает уже многие годы подряд с детских лет. А потому никого не удивили на областном чемпионате его уверенные старты-финиш. Своих соперников в индивидуальном забеге представитель Талгарского района оставил далеко позади. Этот сезон для меня, надеюсь, будет более удачным, чем прошлый. В прошлом сезоне мне не удалось пройти отборные Олимпийские игры в Пекине из-за травм и болезней. Очень обидно было, потому что я серьезно готовился, много тренировался. Но еще не все потеряно. Начну теперь готовиться к новой Олимпиаде, которая через 4 года стартует в Турине. В заключительный день соревнования проходили в форме эстафеты. Девушки и женщины бежали по 3 километра, а юноши и мужчины 5. Всего победителей призеров областного чемпионата по лыжному спорту определили в 6 возрастных категориях – от 18 до 65 лет. По сумме всех набранных очков первое общекомандное место досталось лыжникам Янбекши Казахского района. Среди сильнейших оказались также хозяева состязаний – представители Рейнбекского района. Тройку лидеров замкнули спортсмены Талгарского района. Победа – это лишь приятное дополнение, уверяют участники. Куда важнее соревновательный дух и заряд бодрости. Лилия Штогрина, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова